здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 30 сентября суббота и сейчас когда я записываю это видео у нас капитолии конгрессе происходит очередной акт марлезонского балета то есть осталось примерно 11 часов если за эти 11 часов не сайт не произойдет чудо а большинство наблюдателей аналитиков считает что она не произойдет то в 12 часов 1 минута ночи на воскресенье правительство соединенных штатов приостановит свою работу и произошло это вот сейчас стало совершенно ясно когда примерно час назад палата представителей под жесточайшим давлением всего 29 ярых трампистов в общем-то сняла с себя маску когда она выдвигала массы якобы принципиальных возражений против проекта предоставленного правительством сообщила следующее что палата представителей готова принять общий законопроект о временном бюджете на следующие там то ли 30 то ли 45 дней короче говоря временный бюджет при одном условии если там не будет ни цента помощи украине то есть вот она все сфокусировалась на помощи украине тем самым в общем то маски сняты сорваны и вот эта фракция трампистов проявила себя ну во главе со своим духовным лидером трампом проявила себя как самый главный союзник путина путинской россии более важный я вот со всей ответственностью сейчас вам заявлю это более важный внешнеполитический союзник российской федерации чем китай потому что если если не произойдет самое страшное то есть если если произойдет вернее самое страшное если помощь будет отказано а к этому они работают я имею ввиду трамписты то все украина оказывается без фактически финансирования без помощи военной ну и дальше можно только представить что остается украине по последним данным я по крупицам буквально пособирал там и сям от из отдельных высказываний представители пентагона и других ведомств есть в заначке пентагона примерно 6 миллиардов долларов на которые будут поставляться если произойдет самый худший вариант будет поставляться самое необходимое то есть боеприпасы и примерно 1 и шесть десятых миллиарда долларов еще есть на то чтобы оплатить производство боеприпасов сейчас которые вот на предприятиях в пк сша производится ну и дальше высказывание трампа которым сделал буквально три дня назад о том что ждем решения конгресса другой альтернативы нет к счастью вот эти 29 они противопоставили себя всем остальным всем демократам и в палате представителей и в сенате и плюс республиканцам большинству республиканцев особенно в сенате то есть то что они сейчас решают в палате представителей за 11 часов до закрытия правительства вы должны понимать даже если не что-то сейчас примут то в сенате им уже сказали что шансом на то что сенат одобрит они близки к нулю то есть опять все это летит мусорную корзину и все начнется все пойдет на круги своя то есть скорее всего будет приостановлено финансирование правительства будет приостановлено это правительство его работа за исключением самых важных функций а тем временем будет дальше продолжаться работаю я поговорил с хорошими знакомыми которые инсайдеры в демократической партии по их мнению один из них был практически уверен но я все-таки все-таки буду более осторожен есть высока доля вероятности того что в ходе вот этих дальнейших обсуждений а нужно именно принять временное не так как трамписты сейчас хотят принять 12 отдельных законопроектов практически невозможно надо один большой закона законопроект о временном финансировании принять и как мне сказали туда будет включена помощь украине какая она будет самое главное чтобы она была 6 миллиардов 6 даже миллиардов которые сенат он урезал с 24 которые предложил администрации до 6 миллиардов но надо понимать что это первый шаг дальше дальше пойдет ситуация как-то так легче будет что делать в этом в этих условиях белый дом белый дом спокойно ожидает то есть сейчас происходит ну знаете как вот в лгбт сообщества там coming out то есть еще как говорят расчехление самовыход самопризнание представители значит этого общества что они ему принадлежат вот сейчас то есть это раскрытие самой сокровенной своей тайны вот сейчас происходит раскрытие этой самой сокровенной тайны а то что трамписты вот эта группировка мага это верные помощники трампа их один из их лидер по фамилии грин маргарет которая тейлор грин она на посту постоянном контакте она рассматривается трампа в качестве напарника на пост вице-президента соединенных штатов америки и все это все это она была да кстати она была где-то месяц назад у него на ланчи летала туда у марла ларго специально видимо для подготовки стратегии все делается главный вопрос главный вопрос который то есть для америки это но как-то десятый вопрос все-таки украина плане выделения денег ей если уж говорить о деньгах то есть вопросы для них и поважнее но кайсэ концов вылилось это все вот в украину при этом они сами себя дискредитируют потому что если правительство приостанавливает свою работу появляется миллионы недовольных их уже миллионы уже недовольны потому что происходит балаган цирк шапито до вашингтоне тоже есть свой цирк шапито который устраивает ближайшие союзники путина ну и теперь если кто-то скажет мне что трампизм и путинизм вместе они не связаны неразрывно я просто рассмеюсь этому человеку в лицо так вот уже масса недовольных уже видно за что борются эти трамписты то есть они совершают акт саморазоблачения и как сказал один из инсайдеров демократической партии говорит может это и к лучшему то есть деньги мы все-таки украине найдем хотя бы временное но то что они сейчас делают они убивают свои и трампа своего духовного отца трампа шансы на победу на выборах приближающихся выборах одним камнем говорит он мы убиваем сразу и трампизм здесь и путинизм там но будем надеяться что это так произойдет а пока значит чтобы что я хотел сегодня на чем остановиться хотя бы остановиться вот то что сейчас происходит это проявление информационной борьбы то есть мы с вами обсуждали это война происходит сразу на нескольких фронтах рвутся снаряды ведется артиллерийская перестрелка на фронтах украины а вот это та война которая происходит я бы сказал мировом масштабе это война за умы это оказание влияния распространение своей точки зрения на разные аудитории которые для тебя важны то есть важны не только действительность реальность но важно и восприя важно восприятие этой действительности реальности этих событий различными аудиториями это относится сфере активных мероприятий то есть вопрос о об оказании помощи украине которая сейчас рассматривается и будоражит конгресс соединенных штатов это зависит от восприятия что происходит в украине что там война или так специальной военной операции так далее это зависит от идеологической информационной а правильно говорить с профессиональной точки зрения о активных мероприятиях то есть так это называется в разведке активное мероприятие напомню в самом начале открытия своего канала я об этом рассказывал активное мероприятие это операция влияния которая является высшей формой разведывательной деятельности третьим этапом на первом разведка собирает информацию на втором этапе она анализирует эту информацию потом принимается на основании этого решения что мы хотим и можем для себя в наших интересах сделать на основании вот того что мы получили проанализировали потом проводится активное мероприятие доведение определенных тезисов оказание влияния на определенную аудиторию который может быть отдельные лица отдельная группа лиц организации общество отдельной year или там допустим во всем мире вся дебе туле тут занятие очень широкой с целью это влияние оказать это влияние с целью заставить эту аудиторию предпринять какие то действия или не предпринимать какие то действия в интересах это называется в профессиональном жаргоне инстанция то есть того кто распространяет или того кто контролирует того кто распространяет эту информацию то То есть, по большому счёту, это, так сказать, продолжение идеи Сунцзы о том, что война, ну, война – дело глупое, то есть, это битва, военное сражение – это последний, так сказать, последний отчаянный шаг добиться своей цели уже путём крови, кровопролития. Он считал, что это дело достаточно глупое. То есть, надо, как он формулировал это, при помощи дезинформации, шпионажа и так далее, пытаться выиграть эту войну, ещё её не начиная. Вот это и есть активное мероприятие. И на то, что происходит сейчас в Конгрессе США, и не только, потому что, я вам говорил, заметный сдвиг происходит в отношениях к оказанию помощи Украине, среди республиканских, в основном, избирателей в США, происходит негативные, аналогичные процессы в Западной Европе. То есть, надо как-то активизировать работу в этом направлении. Вот происходит в последнее время какая-то активизация со стороны Мордора, но это специфическая активизация. Я проследил два новых тезиса в их пропаганде. Первый тезис – Сурков. Наверное, мои зрители из Украины помнят эту фамилию. Адиозная личность, которая известна для них, наверное, как манипулятор идеями информационной борьбы. И, вы помните, это Минские соглашения и прочая вся эта муть. Так вот, он начерикал очередной опус совсем недавно. Мне прислал один из моих зрителей, которым рассказывается, типа, сказка, что вот раньше были империи, там, британская империя, до этого, португальская, испанская. Он дошел до времена Оно, фактически. И при всем этом, да, Китайская империя и вот путешественники, которые там плавали, искали новые континенты, среди них ходил вслух, что есть такая вот империя Иоанна. Ну, или Ивана, да. Никто ее никогда так и не нашел. А она будет, смело утверждает Сурков. Сурков, то есть, заканчивается империя Запада и возникает мощная империя Великого Севера. Это, естественно, Российская Федерация, ну, там Китай где-то так, Корея, ну, на заднем фоне на подтанцовках якобы. Еще один деятель, это который там вещает на Соловьином помете, его допускают туда, когда главный Соловьинопометчик отдыхает. Так вот, значит, он буквально на днях разразился идеей о том, что есть заблуждение. Многие на Западе цинично утверждают, что Россия борется за возрождение Советского Союза. А, это смешно, зачем нам Советский Союз? Мы боремся за возрождение империи. Это наша идея, идея. То есть, они долго искали смысл, все ходили, что вот нам не хватает, надо, и вот они породили идея. Ну, что я могу сказать так кратко? То есть, когда люди на высшем государственном уровне занимаются мифотворчеством, а это мифотворчество, значит, дела сейчас идут очень плохо. Потому что это мифотворчество. Вот когда я читал того же Суркова, там буквы написаны, надо сказать, хорошо, такими пистолярным хорошим жанром все описано. Но когда я читал его текст, у меня перед глазами и в голове было у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ну, вот эта фигня лубочная. То есть, смысл, которым у нас было великое прошлое, нас ждет еще более великое будущее. А об этом давайте пока забудем, сплотимся вокруг партии, царя, там и так далее, затянем пояса. Оно не важно. Будущее не важно. Мы живем. Вот то же самое Советский Союз, поэтому он урокнул к чертовой матери. Но сейчас разыгрывается нечто другое, потому что Бледная Моль, сотоварищи, они живут сегодняшним. У них сегодня дворцы, пароходы, ну, правда, все, что конфисковали, что не конфисковали, где-то у берегов Раши находится, или еще где-то в сокровенных местах. Но, тем не менее, они живут настоящим. А people, быдломасса, они должны жить сказками о будущем. Ну, то есть, еще раз подчеркиваю, что у них вот то, что они проводят, свидетельствует о провале. У них надежда сейчас, вот дальше я пойду разбирать эти активные мероприятия, эти тезисы сейчас, мы увидим, что стратегия Путина состоит сейчас в том, чтобы заморозить ситуацию на полях сражений и переждать. То есть, мы переждем Запад. Запад, он, вот они надеются на то, что произойдет сейчас в Конгрессе Соединенных Штатов, или произойдет в ближайшее время на выборах в Словакии. У нас есть терпение, у Запада этого терпения нет. Поэтому я хотел бы вам представить, что, как сейчас воспринимаются тезисы, главные тезисы, которым оперирует и кремлевская пропаганда, и которыми оперирует украинская и проукраинская пропаганда. Я не боюсь этого слова, пропаганда, она необходима, но в украинском варианте это не пропаганда для того, чтобы забить мозги разным мусором, а это средство для того, чтобы объяснить людям видение будущего, к чему мы идем. Это очень важно, потому что я, у меня очень хорошая связь со своими зрителями. И я неоднократно говорил, я очень рад, горд за то, что среди моих зрителей есть огромное количество интеллектуалов. Я очень благодарен тем мыслям, которые они мне присылают, со мной делятся. Ну, среди них есть люди, у которых печь, дегри, доктора наук, кандидаты наук. Спасибо вам, господа, что слушаете. И вот одно из последних сообщений, достаточно длительный, я получил анализ о внутриполитической ситуации в Украине. Человек, великолепный анализ. И одна из мыслей в том, что сейчас как-то в народе теряется цель. До этого цель была выиграть войну как можно быстрее. Теперь кажется, что она отдаляется, и народ чуть ли не в отчаянии, потому что не понимают потерянные рамки, координаты, в которых находятся люди, страна. И вот эта неизвестность, она поражает отчаяние, что надо, конечно, избежать. Так вот, в этом и есть цель информационной войны для того, чтобы влиять не только на внутреннюю аудиторию, на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю. Так вот, хочу представить вам мнение отставного австралийского генерала Мика Райана. Это выдающийся человек. Он генерал, генерал-майор в отставке, но это не важно. Это стратег, это один из самых ярких военных стратегов западного мира. И в этом качестве, хоть он был в австралийской армии, он является, и сейчас, будучи в отставке, является советником Пентагона. Он является консультантом, членом, можно назвать его, член-корреспондент многих самых известных и авторитетных мозговых центров Запада. Я лично слежу за ним давно и должен вам сказать, что это действительно стратег. Таких мало. Это человек, который обладает гегеревской диалектикой и обрабатывает информацию с ее помощью. Таких мало. Большинство аналитиков, 99%, везде, в том числе в военном деле, они вам могут описать, что произошло там под Купянском сегодня, а что намечается там под Токмаком, сколько танков поехало сюда, сколько пушек выстрелило туда. Этот человек делает стратегические выводы, с моей точки зрения, замечательные. Так вот, он как раз написал, публиковал статью о том, как сейчас Украина воспринимается на Западе через основные тезисы, и в том числе в Конгрессе среди американских избирателей, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, что влияет на решение вопроса помощи. То есть, пока еще до того, как начнут атакомцы летать на воздушном пространстве Украины, и F-16 начнут летать в воздушном пространстве Украины, извините, нужно при помощи информационной борьбы заложить определенные тезисы в головы определенных групп населения в Соединенных Штатах, да и вообще в Западном мире, чтобы они принимали правильное решение. Так вот, что он нам сказал? Буквально по тезисам, которые были до сих пор и которые надо менять. Тезис первый. Русские, он написал деликатно, некомпетентные. Ну, а слушая многочисленные голоса отовсюду, можно услышать больше хихиха-ха типа дебилы, да? Он говорит, да, этот тезис имел право на существование, что они дебилы в самом начале особенной операции, когда стало понятно, что Путин принял неверное решение, и мы все это видели. И вместе мир ахнул о том, что в связи с тем, что вторая армия оказалась второй армией после Украины на территории бывшего Советского Союза. Но, говорит господин генерал Райан, все течет, все изменяется. И какой бы командир не был дебилом, во время войны он учится, и солдаты учатся. У одних быстрее это идет, у других медленно, но реальная ситуация такова, что российские вооруженные силы за последние 19 месяцев, они много поняли, они улучшили свою работу, систему принятия решений, и, в общем-то, справляются со своей задачей. А задача сейчас у нее, как я вам сказал, решить, обеспечить Путину его стратегическую, его стратегию, которая состоит в том, чтобы не проиграть, пока мы ждем, пока Запад даст трещину, даст слабину и перестанет помогать Украине. Вот это главная стратегия Мордора на настоящем этапе. И в этих условиях, как пишет Райан, представление о некомпетентных русских и распространение этого тезиса вовне, особенно в отношении между украинской владой и западными партнерами, в заявлениях украинских официальных лиц, она, это опасно, опасно для Украины. И этого нужно избегать. Потому что, если русские дебилы, так по большому счету, ну тогда, а что помогать Украине? Нормально все, справятся. И зачем им подставлять еще новое, более мощное оружие? Дебилы можно повоевать и с тем, что есть. Вот. Поэтому, может быть, отчасти, в каком-то смысле, в небольшом, но, может быть, вот та практика, когда администрация США подставляла оружие очень медленно, с задержками и так далее, может быть, отчасти она и вызвана этим тезисом распространения, расширяющимся, получающим все большее влияние тезисом о том, что Russians – дебилы. С этим делом надо заканчивать. Господин Райан, с моей точки зрения, совершенно правильно говорит, что нужно менять тезис. Враг опасен, коварен и силен. Кстати, я должен вам сказать, если обратиться к истории, сразу после окончания Второй мировой войны целый ряд произведений киноискусства в Советском Союзе, там немцы показаны полными дебилами, идиотами, да и не только там. На французском кинематографе с участием комиссара Жуа, я имею в виду Луи де Финесе, тоже прослеживалась эта линия. Но чем дальше, чем больше времени проходило после окончания Второй мировой войны, тем более адекватным немцы стали изображаться. Но это не случайно, потому что если ты воевал против дебилов и победил их, ну что, ну ты победил дебилов, где же тут доблесть? Я вам на своем опыте скажу. Я, по-моему, выступал здесь, в одной интересной аудитории, большой аудитории, и где я высказался достаточно критически о состоянии разведывательной работы внешней разведки КГБ в последние годы Советского Союза. Вы знаете, как на меня здесь обиделись? Типа, а с кем же мы тогда боролись? С кем же мы тогда боролись, если они вот оказались такие дебилы? А потом, когда все раскрылось, получилось, что они у нас выиграли. То есть это факт, что холодная война закончилась полной победой внешней разведки КГБ на ЦРУ. То есть агентов у КГБ в Америке было достаточно. И они это были, это были бриллианты просто. Разведсеть ЦРУ в Советском Союзе была вычищена практически полностью. Ну вот. То есть, кстати, Пентагон. Почему преувеличивает? Всегда преувеличилась мощность Советского Союза, потом Российской Федерации, потому что под мощного противника дают больше денег. Поэтому, если нам надо убедить Конгресс в будущем, что надо давать деньги постоянно, то нужно продвигать тезис о том, что враг силен, коварен и отнюдь не дебил. Второй ошибочный тезис, который... Вот, вернее, сейчас он стал ошибочным, по мнению генерала Райана, состоит в следующем. Победа Украины неизбежна. Это практически то же самое, что предыдущие, по своим практическим последствиям. Что если со стороны западного конгрессмена или политика, но если победа Украины неизбежна, так опять чего напрягаться? Ну, можно и дать сегодня там вместо 20 миллиардов долларов, а 2 миллиарда. Но все равно же она неизбежна. Украинцы-то лучше, вооруженные силы на голову лучше, враг дебил. Победа Украины в этих условиях неизбежна. Можно дать оружие классам поменьше, денег поменьше, и не надо особенно напрягаться. В чем здесь есть нюанс? По мнению генерала Райана, вот этот тезис о том, что победа Украины неизбежна в наступающем году может привести к большому, крупному вливанию военной помощи, техники, денежной помощи Украине. С тем, чтобы напряться и нанести врагу сильный удар. Запомните это. Это очень важная мысль. То есть к этому человеку надо прислушиваться. Он делает прогнозы на месяцы вперед и правильные прогнозы. Но! Но! Этим делом нужно пользоваться очень тонко. То есть, с одной стороны, да, она неизбежна, эта победа. Но только в том случае, если вы дадите нужное количество и нужное качество военной техники. То есть, победа Украины неизбежна вообще. При любых обстоятельствах, а только при определенных обстоятельствах. Ну и следующий, увы, следующий. Разгул, как это я цитирую, правильно? Разгул украинской коррупции. Я помню, когда где-то в апреле прошлого года я поднял этот вопрос о коррупции, о начале коррупции в министерстве обороны, так на меня там ополчилась вся опа Ермака и все подконтрольные личинки этой опы. Ну, а теперь, вот видите, не просто коррупция украинская, а разгул украинской коррупции. Причем это пишет, это пишет большой друг, сторонник. Он, я бы его приравнял по его позиции в отношении Украины к известному генералу Ходжесу. Он хочет, чтобы Украина выиграла. Победила, вернее. И он, про разгул украинской коррупции, он пишет не от себя, что он так считает, он пишет о том, как это все воспринимается здесь. И пишет, что, к сожалению, это представление имеет перед собой некоторые, осторожно, он говорит, основания этой темы, этого мнения придерживаются некоторые из тех, кто выступает против помощи Украине в Конгрессе США, пишет он. Это еще до того, когда началась вот эта вся свистопляска, которую организовали трамписты по поводу помощи, значит, законопроекта о помощи Украине. По словам генерала Райана, это очень опасное представление для украинцев. Это восприятие Украины украинцев на Западе очень опасное для Украины. это то, с чем они должны открыто бороться. Вот она панацея. То есть, помню, опять-таки, в первые месяцы, когда я начинал говорить о коррупции, мне где написали, не надо там разрывать отношения Влада и народа, надо молчать об этом, надо молчать об этом, и тогда, значит, нет, не надо молчать, не надо. Наши друзья на Западе говорят, что только открытая борьба дает сигнал Западу, они понимают размах коррупции в Украине. И только открытая борьба народа, неправительственных организаций, вот сейчас, не ожидая наступления полной победы, посылает правильный сигнал Западу, что люди понимают, есть силы в Украине, которые готовы и могут с этим бороться, и они этим делом занимаются. И это единственное, что можно сделать для того, чтобы коррупция не стала препятствием для получения украиной военной экономической помощи из-за рубежа, пишет генерал. То есть, учитывая, как мы с вами обсуждали, что самые высокопоставленные чиновники, у них практически наркозависимость от мародерства, воровства, коррупции, только контроль, открытый контроль, транспарентности, громкое возмущение против этой коррупции. И борьба с ней может нивелировать эту коррупцию и послать правильный сигнал на Запад. Да, они борются, понемогают, поэтому давайте давать деньги. Если что, их выведут на чистую воду. Кстати, кстати, по этому поводу коррупции. Тут во время, последнее время, скажу так, последнее время появился новый тезис со стороны ОПО Ермака. Впервые он прозвучал, когда Зеленский был здесь в Соединенных Штатах, в кулуарах встречался, но не только он, а Ермак там наверняка был, с потенциальными донорами из Америки. Потом этот же тезис прозвучал в украинских СМИ, после того, как там была, значит, стал известен, некоторые называют его ультиматум, другие называют это предложением для принятия мер, можно по-разному назвать, короче говоря, понимаете, я имею в виду те пять страниц, которые от имени правительства США поступили украинской владе, с моей точки зрения, это ультиматум. Если вам нужна помощь, вы должны сделать это. То есть, убеждение в широком плане, вот мы должны, а как же так, давайте решать этот вопрос, закончилось все это. Как, кстати, мы с вами обсуждали, дело дошло до фактически управления, пункт первый, пункт второй, пункт третий, срок исполнения, то есть, это план, план действий, не для обсуждения, план конкретных действий. Так вот, это хорошо, это единственное, американцы идут по правильному пути, который мы с вами долго ожидали. И вот, в ответ на это, Опа Ермака порождает тезис, что между президентом Зеленским, который страстно желает борьбы с коррупцией, то есть, между ним и этой коррупцией, есть стена, исторически сложившаяся, он не может через нее пробиться, бьется с утра до вечера головой об эту стену, ну, никак. И вот это очень плохой тезис, потому что должен вам сказать, что в Соединенных Штатах за последние, особенно последние 18 месяцев, понимание того, что происходит в Украине, оно значительно расширилось и углубилось. Значительно. И всем понятно, какие там реалии. И всем понятно, что если и существует стена между Зеленским и Украиной, и теми проблемами, которые-то есть, то это не какая-то мифическая, возникшая, такая, метафизическая вещь, вещь. А это вполне конкретная, вполне конкретная фигура по фамилии Ермак. Это и есть та стена, которая деляет Зеленского от управления государством и всей страной. И этой стене президент Зеленский, я не знаю, вольно или невольно, об этом, значит, станет известно со временем, непременно станет. он отдал президент Зеленский этой стене все свои властные полномочия. Плюс эта стена узурпировала незаконно в нарушении Конституции Украины те полномочия, которые ей не принадлежат, это полномочия, которые должны по закону, по Конституции исполнять официальные различные ведомства, не министерства, ведомства, агентства Украинского государства. Так вот, вот эта стена, она рукотворна, она создана самим Зеленским в силу определенных обстоятельств. И правильно, без этой стены, без разрешения, разрушения или устранения этой стены бороться с коррупцией практически невозможно. Об этом, вот, лучшие аналитики мира говорят, что нельзя получать помощь дальше, все, приехали. Об этом правительство Соединенных Штатов пишут уже по пунктам и со сроками исполнения. Страна эта должна быть как Берлинская стена. В свое время была разрушена, ее крушили молотками и отбойными и обычными, но здесь просто ее надо убирать. Иначе все это, то есть, на карту поставлена судьба Украины, помощь Украине, и тут вот это недоразумение, которое создано руками самого президента Зеленского, оно никак, не то, что не способствует, оно делает все остальные вопросы неразрешимыми. Уврать эту стену и вопрос борьбы с коррупцией станет вполне конкретным, по пунктам и достаточно, и вполне разрешимым. Наконец, еще один тезис, который нужно пересматривать. Это европейская война. Но со стороны Украины, информационных СМИ, даже государства, значит, этот тезис никак не распространялся, это распространяется на Западе, поэтому Украине на Западе нужно бороться с этим. Он также получил развитие, широкое развитие в определенных политических кругах недругов Украины в США, в частности среди трампистов. И первым отцом-основателем этого тезиса, видимо, с подачи Кремля, был Трамп, еще когда он был президентом США, когда он говорил, а чем мы будем помогать, вот европейцы, пусть они до 2%, увеличат свою помощь, вернее, свой бюджет. Мы вот столько миллиардов, или нет, тогда еще не было миллиардов, потом последователи Трампа, когда уже администрация Байдена начал давать миллиарды, а эти тут считали, мы вот столько миллиардов дали, а европейцы там сгульки нос. Ну, если мы с вами обсуждали, если серьезно об этом говорить, так некоторые страны, это в основном страны Восточной Европы, если в пересчете на ВВП, объем ВВП, размер ВВП на душу населения, так они дали больше, чем Соединенные Штаты Америки. И вообще сейчас оказывается, что Европа в целом дала больше Соединенных Штатов Америки. Она опасна еще и по существу. То есть, мы с вами это обсуждали. Решается сейчас вопрос глобального мироустройства. И за этим, за тем, как идет война в Украине, внимательно наблюдает Китай, и вся эта ось мародеров, международных мародеров, мракобесов и, как их называют американцы, ауткаст, изгоев, да. То есть, от исхода войны в Украине против агрессора зависит вся судьба 21 века. И нужно это понимать со всей ясностью. Ну, и еще некоторые тезисы, которые добавили. Тут недавно в Украину приезжали представители не сенатор уже и конгрессмены, а сотрудники их аппарата. Это очень важно, это очень замечательно, что все приехали в Украину сотрудники различных аппаратов Конгресса, потому что короля, как правило, играет свита. Я сам знаю, потому что я в свое время, еще в 80-е годы, общался с помощниками очень влиятельных сенаторов, конгрессменов, это были настолько блестящие личности, то есть, они формируют повестку дня для своего конгрессмена или сенатора и вот, что они вывезли из Украины, то есть, их поездка открыла им глаза на настоящую ситуацию, что происходит в Киеве и вот, что они говорят, значит, добавляет те тезисы, над которыми нужно работать в Украине в Соединенных Штатах в Америке, еще распространена точка зрения, что она связана с коррупцией и состоит в том, что будем давать больше денег Украине, будет как Афганистане, с этим нужно бороться, потому что Украина это не Афганистан, эта страна на совершенно другом уровне развития, в Афганистане еще недавно там родоплеменные отношения были, то есть, народ там, из которого хотели, которого хотели бросить из этих родоплеменных отношений в демократию развитую, не все понимали о том, что есть единое государство и что нужно так вот выстраивать все в рамках единого государства, а не в рамках отдельного кишлака. Ну, вот, и сознание, и образование, то есть, украинцы, ну, нельзя, это европейская нация, причем, одна из самых развитых, я не имею в виду нынешнюю политическую элиту, естественно, а имею в виду настоящую интеллектуальную элиту страны, так вот, значит, это совсем, совсем, совсем другой строй, другое государство, а самое главное, чем отличие, что желание стоять и бороться до конца за совершенно понятную цель, а цель это выживание страны, это спасение нации, это спасение каждым своей семьи, своего рода, это вот, что присуще украинцам, у афганцев этого не было абсолютно, совершенно, ну, дальше, коррупция дальше, то есть, коррупция, взяточничество делает невозможным, нежелательным выделение денег, и здесь вот люди, которые посетили Киев, увидели, что правительство Зеленского и гражданское общество в целом услышали эту проблему, вот здесь, вот здесь, я вижу недостаток, то есть, не до конца люди поняли, я имею в виду, вот, которые делились этими мыслями, американские сотрудники Конгресса Соединенных Штатов Америки, то есть, я согласен, что гражданское общество уже давно услышало эту проблему, и осознало, и начало борьбу, а что касается, однако, что и правительство Зеленского услышало эту проблему, вот тут заблуждение, заблуждение, то есть, они считают, что вот то, что Зеленский там, ну, в конце концов, уволили Леху Золотое Яйцо и всех его заместителей, заместителей, это показатель решимости, но я думаю, что в Украине есть много людей, которые скептически оценят этот тезис, я думаю, многие понимают, что это уже была вынужденная мера, потому что, ну, довели до эту коррупцию, воровство, до невиданных масштабов, миллиардами долларов уже, Соединенных Штатов Америки, на которые можно было купить четыре с половиной эскадрильи Ф-16, а потом, за пару недель до поездки в США, их уволить, и все нормально, самое главное, поехал на яхте, настоящая борьба с коррупцией, она, если бы она велась, ну, ладно, хорошо, лучше позже, чем никогда, но эти люди сейчас должны быть не просто уволены, включая, включая Леху, они должны сейчас находиться в крамерах предварительного следствия и отвечать на вопросы следователей, и вот это была бы настоящая борьба, а так это стремление показать, что мы что-то делаем, и пока на Западе будут понимать, что их опять надули, мы получим еще какие-то миллиарды, есть такие люди, вот, реально, это люди, которые не совсем поняли реальную ситуацию, но они скоро прозреют, и когда они поймут, что их опять надули, это будет катастрофа совсем для Украины, поэтому, если, вот, нельзя допускать до того, чтобы на Западе поняли, что правительство Зеленского не услышало реально эту проблему, к сожалению, вот последний этот тезис о том, что стена между Зеленским непреодолимая, которая не позволяет ему бороться, наводит меня на подозрение о том, что оно не услышало, оно изобретает все новые штучки для того, чтобы показать Западу, что мы стараемся, но проблема неразрешима, или для ее разрешения надо несколько столетий, примерно так. Вот, собственно говоря, господа, что я хотел бы вам изложить на настоящий момент. Я думаю, что тезисы активных мероприятий, изложенные генералом Райаном и представителем Американского Конгресса, они заслуживают большого внимания со стороны средств массовой информации Украины, должностных лиц и так далее, потому что, опять-таки, в конце концов, эти тезисы, они потом выливаются в те баталии, которые происходят в Конгрессе Соединенных Штатов по поводу помощи Украине. В идеале, как я говорил вам, сказал свое мнение в предыдущем видео, нужно, конечно, вопрос о финансовой помощи Украины вырвать из контекста отношений между, на государственном уровне между Украиной и союзниками. Полностью сделать это будет невозможно, но, назову это не научным, не дипломатическим языком, заначку, в общем, хорошую, нужно иметь, на которую, в крайнем случае, вот как сейчас происходит, заминка на какое-то время с выделением очередного транша, на которую можно было жить и вести борьбу. В том, что это случится, ну, у меня сомнений практически нет. Насколько длительная будет война, я не считаю, вот я возвращаюсь сейчас к тому аналитическому письму, которое мне прислал один из зрителей, что народ убивает в Украине идея о том, что, вернее, та мысль, которую до него сейчас, до народа доводят, автор, автор письма считает, что Влада доводит и распространяет этот тезис. Может быть, с точки зрения некоторых ее представителей это и хорошая идея, потому что надеются, что чем дольше война, а наша мать родная, для них война, для других мать родная, они в это время еще четыре с половиной эскадрильи ф-16-ых загонят. Вот, то есть, народ в отчаянии. Так вот, у меня такое впечатление, вот, я вам расскажу в следующий раз, мы поговорим с вами о тех изменениях, которые произошли в технике, которая подставляется в Украине, и той стратегии, которая на этом фоне вырисовывается, и с которой можно сделать вывод, что вещь не идет о бесконечной войне, потому что Путин не выдержит бесконечную войну, российская экономика ее не выдержит, но и не надо испытывать, сила Запада, она состоит в союзах. Администрация США создала мощный союз, многочисленный, с минимум 30 государств, которые так или иначе участвуют в оказании помощи Украине, но держать эти всех страны, стран демократического мира в состоянии вот несокрушимого единства на протяжении длительного времени очень сложно. Поэтому необходимо как-то так иметь заначку, и вот в прошлый раз мы с вами говорили о тех идеях, которые я высказал, светило американского конституционного права по поводу того, как получить доступ к 300 миллиардов долларов замороженных российского центрального банка. И сегодня я читаю, что украинская влада уже ведет разговор о том, что какая-то часть активов Российской Федерации будет реализована Западом и будет передана средствах Украине. Вот это правильно. Движение в правильном направлении. И оно, вот если это движение в правильном направлении, немножко нужно, просто немножко уже все вот ситуация на поле боя она дошла до до точки перелома inflection point как называют ее американцы. Когда еще чуть-чуть и должны произойти достаточно динамичные позитивные сдвиги. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине вооруженным силам. Враг будет разгроблен, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, веры, твердой веры в нашу неизбежную победу. И до новых скорых встреч!